Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Осень подарила нам множество природного материала для поделок. Но сегодня я хочу познакомить вас с идеями поделок из скорлупы грецкого ореха с использованием осеннего природного материала. Например, мы можем сделать маленькую черепашку. Для этого нам нужно приклеить скорлупку от ореха на тонкий картон. Его можно взять, например, от упаковки медикаментов или коробки конфет. Для головы я использую ольховую шишечку, а для лапок зерна в кофе. Но можно использовать и другой материал, например, фасоль. Приклеиваем голову и лапки на картон. Маркером рисуем панцирь. обрезаем картон по контуру черепашки. Переворачиваем черепашку и маркером закрашиваем срезы на картоне. Для глазок используем высушенные семечки от яблока. Черепахи относятся к присмыкающимся, как и крокодилы, змеи, ящерицы, лягушки. Их произвела вода на пятый день сотворения по слову, изреченному Богом. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землей по тверде небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. Из скорлупы грецкого ореха можно сделать также мышку, кораблик и другие простые поделки. Я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»